Приветствую зрителей общественного телевидения Донбасса. С вами я, Виталий Сизов, и обзор прессы ДНР в рамках проекта «Донбасс. Полный доступ». Сегодня с моим коллегом Алексеем Мацукой мы будем говорить, о чём писали СМИ на неподконтрольной территории. Как всегда, пресса ДНР больше всего писала об украинской власти и её последних действиях. Много обсуждали указ президента Петра Порошенко о блокировке российских социальных сетей, о стрельбе в Каменске с участием людей, приближённых к лидеру организации «Правый сектор» Дмитрию Ярошу, о прочих происшествиях и протокольных событиях на неподконтрольной территории. Алексей, есть ли в этой информационной политике, которая освещает события в Украине, какая-то заявка на то, что ДНР хочет стать некой внутренней украинской оппозицией? Ну, судя по тому, что мы видим последние три года, то как раз организация ДНР и претендует на внутренней украинской политической партии, самого главного оппонента действующего правительства и курса Кабинета министров. И именно это является основным поводом к тому, чтобы выступать с критикой в адрес той или иной инициативы. Но второй момент — это также ещё и подрыв авторитета самой государственности, безусловно, украинского государства и суверенитета. И для этих целей также используется организация ДНР и её риторика. К сожалению, сегодня очень выгодно быть такой вот оппозицией, потому что фактически вот здесь вот в большой Украине всё, что связано с оппозицией, точно так же воспринимается чуть ли не про сепаратистские и не про ДНРовские. И поэтому вот той оппозиции, которая как ДНР пытается быть, ей таким образом очень выгодно и удобно быть. Однако для того, чтобы быть зрителем, напомню, классической оппозицией, для этого необходимо, чтобы та или иная партия была официально зарегистрирована в Украине. У ДНР такой партии в Киеве нет. Но пока ДНР пытается якобы стать внутренней оппозицией, на самой неподконтрольной территории особой оппозиции нет. И роль главного оппозиционного издания традиционно выполняет сайт «Движение Патриотические силы Донбасса», которое возглавляет бывший командир батальона «Восток» Александр Ходоковский. И также он лично пишет публикации для этого сайта. В одной из них «Война спасает сейчас нашу искусственную стабильность» он лично критикует нынешнее положение дел на неподконтрольной территории. Цитирую. «Тех, кто представлял реальную силу, всеми способами постарались её лишить, не позволив даже Народный совет сформировать на коалиционной основе, набрав его из ставленников тех, кого определили во власть», — пишет он. «По его мнению, стабильность на неподконтрольных территориях поддерживается исключительно благодаря войне. Война и только она при существующем положении дел спасает сейчас нашу искусственную стабильность, потому что общество нестабильно в своей основе и разобщено», — считает Ходоковский. На своей странице в Фейсбуке он сообщает о гибели нескольких бойцов ДНР в районе Ясиноватой и критикует действия лидеров этой организации. Ходоковский считает, что раньше было лучше, потому что мы вместе с российскими, и, что интересно, не только добровольцами, защищали свою землю, свою малую родину. Алексей, как ты думаешь, действительно там вот такие проблемы, действительно там власть настолько неустойчивая, либо это какая-то просто вот такая же борьба политическая, как и на подконтрольной части? Ну, в любой системе рано или поздно появляются тезис и антитезис, как учит философия. Но в любом случае, что вот в данном конкретном случае в ДНР, там, как я сказал, сегодня существует жесткая политическая диета, когда не позволительно ни одному новому лидеру или движению организации просто появляться и что-то там выступать с чем-то. А когда они претендуют на роль внутриукраинской оппозиции, благодаря своему контенту подконтрольных средствах массовой информации, то, конечно же, нужно им напомнить о том, чтобы поощрить собственную оппозицию, так как это основа свободного и демократического развития. Но это все настолько нелепо звучит в условиях, когда мы столкнулись с вынужденной вот такой оккупацией этой территории, что говорить о каком-то нормальном демократическом процессе там достаточно сложно. Это только, может быть, какая-то такая вот... Они разбираются между собой скорее в форме как межвоенном таком каком-то разборках. На этом же сайте один из авторов в статье «Надолго ли нас хватит» возмущается тем, что лидеры ДНР, ее журналисты, не говорят о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой в зоне боевых действий оказались сотни тысяч людей. Как бы печально это ни звучало, однако же в информационном пространстве республик есть всего два основных направления — наши победы и их поражение. Условия, в которых оказались простые люди Донбасса, похоже, мало кого интересует, кроме этих самых людей. Журналисты возвращают тот факт, что информация о гибели бойцов ДНР не интересует местную медиасферу. Алексей, почему там вот якобы не освещают такие проблемы в медиасфере? Я думаю, что никому не нужны поражения, и тем более игра на этих поражениях, а учитывая тот культ победы, который существует в нашей традиции, в народной, и эта традиция получила свое начало от советского периода, а советский период для многих руководителей в ДНР является все-таки определяющим в плане их духовного восприятия реальности, то и точно так же, по их мнению, медиа должны выполнять больше функцию, которая рассказывает больше о победах, чем о реальном положении дел. И огромное количество людей в Донецке и на неподконтрольных территориях, которые оказались инвалидами после вооруженных столкновений, которые не получают вовремя помощь социальную, одинокие матери остались, вдовы и другие. Где голоса этих людей? Где общественные организации, которые бы защищали права этих граждан? Их просто нет, потому что, точно так же, как и нормального профсоюзного движения независимого, потому что это невыгодно показывать в таких режимах, которые себя представляет сегодня Донецк. Главной, одной из главных новостей уходящей недели стала информация, опубликованная впервые сайтом российским РБК, о том, что в Госдуме открывается выставка об угольной промышленности Донбасса с участием чиновников непризнанных ДНР и ЛНР. Ее организаторы — депутат Иосиф Кобзон и комитет Думы по культуре. Они предложат создать на территории Донецкой и Луганской областей постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник. И якобы это приведет к возникновению крупного туристического кластера. Так пишет издание. Раньше тоже с этими идеями еще до войны очень много носились, обсуждали, но так это, в принципе, ничем и не закончилось. Выставку все-таки открыли, но большой радости у патриотических сил Донбасса она не вызвала. Кто же в таком случае останется жить в этом цветущем Донбассе и на какие средства? Судя по всему, за счет продажи билетов в парк аттракционов под названием «Разоренный Донбасс», пишет автор, один из авторов этого издания. На фоне войны, ежедневных обстрелов, смертей военных и гражданских, нищеты простого населения и роста цен, не говоря уже об угрозе гуманитарной катастрофы, звучит все это достаточно цинично. Алексей, откуда вообще берутся эти инициативы довольно странные, тем более у российской стороны, какие-то вообще половинчатые, ни туда, ни сюда. И откуда все, источник всего этого? Ничего странного в этой инициативе я не вижу, потому что давным-давно уже играют основные политики из России, они играют как раз на эмоциях и на чувствах людей, которые остались на Донбассе. Дело в том, что преподносится идея о том, что Россия всех примет, мы будем жить лучше, чем в Украине, что у нас будет социальный гарантий и так далее. Но если посмотреть правде в глаза и обнаружить, какие были условия для наших беженцев в Россию, например, в Беларуси в ту же даже нет реестра вынужденных переселенцев, вернее, беженцев из Украины, чтобы можно было как-то начать движение правозащитное по защите их прав. В то же время в России, например, мы слышали десятки примеров непонимания людей из Донбасса и так далее. То есть это одна часть, когда один, одна направление — это то, что мы видим на экранах телевизоров, и другое совсем, когда конкретный человек, который уезжает из Макеевки или Харциска в поисках лучшей судьбы, сталкивается с большими трудностями и проблемами. Но это не одно крупное событие, было другое крупное событие. 12 мая в Донецке прошло очередное заседание Интеграционного комитета «Россия-Донбасс». Эта структура должна помочь неподконтрольным районам преодолеть международную изоляцию. Пока получается не очень, честно говоря. В работе комитета приняли участие лишь представители проблемных российских территорий — Крыма, частично признанной Россией Южной Осетии, Абхазии и прочее. Самым статусным гостем был президент Южной Осетии республики с населением около 50 тысяч человек Анатолий Бибилов. Теперь эта непризнанная республика стала единственной лазейкой, позволяющей установить экономические связи с Российской Федерацией, потому что сама Россия пока ни ДНР, ни ЛНР не признаёт. В довоенные годы связи между Донбассом и Россией были куда крепче, чем послевоенные. По крайней мере, так получается, если проанализировать последние довоенные годы. В 2011 году Донецкая область стала членом еврорегиона «Донбасс» с Луганской, Воронежской, Ростовской областями. Губернаторы этих регионов приезжали в Донецк, то есть официальные люди, официальные лица. В этом же году в Донецке прошёл Украино-Российский форум, на который приехал президент России на то время, Адбитрий Медведев, и масса российских министров, людей с официальным статусом, которых сейчас пока на Донбассе не видно. Теперь приезжает Анатолий Бибилов, и это называют глубокой интеграцией. Алексей, почему официальные российские чиновники не спешат посещать Донецк лично? И вообще как-то, как-либо, ну, грубо говоря, светиться в этом регионе? А кому захочется потом оказаться в санкционном списке в случае хотя бы минимального усугубления ситуации? Я думаю, таких людей очень мало, которые откажутся от шенгенской визы или от поездок в Париж, например, и эти депутаты или российские чиновники, которые готовы пожертвовать такими преимуществами свободного передвижения по сравнению с тем, чтобы попасть в тот или иной санкционный список после своих активных действий в отношении непризнанных Донецка и Луганска. Я думаю также, что Россия, на самом деле, она огромная страна, и в ней на 100% все чиновники и депутаты подвержены мысли и заражены мыслью о том, как же сделать лучше жизнь на Донбассе или в Крыму. А на сегодня все. Это был обзор прессы. С вами был Виталий Сизов и Алексей Мацука. Следующий обзор выйдет ровно через неделю. Подписывайтесь на нашу рассылку «Донбасс. Полный доступ» для того, чтобы быть в курсе событий и политической жизни на неподконтрольной территории. Оставайтесь с нами. Донбасс.